Внимание, перед вами очень полезная табличка, которая суммирует практику различий между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Значит, в первом столбце записаны те слова и фразы, которые мы можем употреблять с исчисляемыми существительными, а во втором столбике аналогичные им фразы, которые мы уже теперь употребляем с неисчисляемыми существительными только. К примеру, an-one-two-three можно использовать только с исчисляемыми существительными, то, что можно посчитать. A bolt, two bolts, three bolts и так далее. С исчисляемыми такого делать нельзя. Another можно употреблять с исчисляемым существительным. В переводе буквально обозначает еще один. Один может быть только исчисляемым существительным, поэтому мы можем говорить another day, но не можем говорить another news, так как news – неисчисляемое существительное. Далее, few – обозначает мало. Аналогичным ему является слово little. Ну, с той разницей, что few употребляется с исчисляемыми существительными, а little – с неисчисляемыми. Например, few apples – мало яблок, но little water – мало воды. По тому же принципу работает фраза a few a little. Наличие неопределенного артикля a меняет полностью смысл. Например, такая ситуация. Вот вы идете с своим любимым человеком на улице, гуляете, проходите мимо ресторана. Заглядываете в свой бумажник и видите, что у вас там некое количество денег есть. И вы говорите, I have a little money. Let's go to a restaurant. У меня с собой немного денег. Пойдем в ресторан. Или вы идете, то же самое, мимо ресторана проходите, открываете кошелек, видите, что там мало денег. Вы говорите, I have a little money. I'm sorry, we cannot go to a restaurant. Другими словами, вот от этого артикля a зависит, пойдете вы в ресторан или нет. Видите, насколько сильный этот артикль a, неопределенный. Поэтому никогда не путайте a little и a little. Ну, то же самое few a few. Такая ситуация, вот ваш друг переехал за границу и пишет вам письмо. Hello, I have a few friends. Все, значит ему одиноко. Значит, мы должны за него переживать. Если ваш друг пишет, hello, I have a few friends, значит он в порядке, он уже там освоился, у него появились новые знакомые, даже друзья. Все, классно, мы за него не переживаем. Опять-таки, от этого a зависит, чувствует себя человек одиноким или нет. Видите, как многое зависит от неопределенного артикля. Идентичное мы используем fewer или less. Первое принадлежит исчисляемому, второе, соответственно, неисчисляемое. Переводится одинаково, как меньше. Для того, чтобы сказать меньше учебников, необходимо использовать словосочетание fewer books. Так как учебник исчисляемое существительное. А если хотите сказать меньше сока, то необходимо говорить less juice. Да, в силу того, что сок это неисчисляемое существительное. Мы уже обсуждали фразу a number of и the number of. Обратите внимание на то, что она используется только с исчисляемыми существительными. Несмотря на отличия между этими двумя фразами, они, в общем, используются только с исчисляемыми существительными. В противоположность есть фраза amount of, которая несет тот же самый смысл, но используется уже с неисчисляемыми существительными. Мы говорим a number of reasons, the number of reasons. Это те примеры, которые мы уже с вами разбирали сегодня. Но только big amount of research. Большое количество исследований. Потому что research это неисчисляемое. Дальше. Классика жанра. Much and many. Many исчисляемое, much неисчисляемое. Many reasons, но much knowledge. Почему-то, что knowledge это неисчисляемое существительное. Оно, кстати, в табличке неисчисляемых существительных, которые вам предстоит учить наизусть. A lot of и some принадлежит обоим сторонам, за что по-своему цена. Если вот в сочинении вам нужно сказать, что что-то находится во множественном числе, и при этом вы не знаете, принадлежит ли данное существительное к исчисляемым или к неисчисляемым, ну, просто напишите слово lot of или some. И не ошибетесь. Также позвольте обратить ваше внимание на то, что several, несколько, и each, каждый, так же, как и every, тоже переводится каждый, относится лишь к исчисляемым существительным. Следовательно, нельзя говорить several news, every furniture и так далее. Почему? Потому что каждый из этих существительных, news и furniture, в моих примерах, является неисчисляемыми существительными. Ну и, соответственно, эти фразы не могут использоваться с неисчисляемыми существительными. Они используются только с исчисляемыми существительными. Но, опять-таки, вы можете сыграть здесь вот этот вот трюк, сказать each item of furniture, each piece of news и так далее. Но никогда нельзя говорить напрямую each news. Нет, никогда. All и other относятся к обоим сторонам. Здесь очень важный момент. Мы обсуждали с вами another. Another переводится как еще один. Во множественном числе и с числями существительным лучше использовать other. Это важно. Это важно, почему? Потому что многие здесь делают ошибки. Another переводится как еще один. Вы можете сказать I have another friend. У меня еще один друг. Или I have another problem. Но нельзя говорить another problems. То есть, если вы хотите сказать другие проблемы, нужно говорить other problems. I got other problems. У меня еще... У меня есть другие проблемы. Вот. Поэтому еще раз. Оба another и other используются для исчисляемых существительных только. Но another для исчисляемых существительных в единственном числе. Other для исчисляемых существительных в единственном и во множественном числе. Вот. Будьте внимательны здесь. Никогда не используйте another перед существительным во множественном числе. Подытожим, товарищи. Умение отличать единственную форму имени существительного от множественного является фундаментальным навыком. Еще раз. Приблизительно 20% задания теста TOEFL направлено на измерение именно этого навыка. Что вам нужно помнить? Неопределенный артикль E или N может стоять только перед исчисляемыми существительными в единственном числе. Во-вторых, прилагательные, относящиеся к существительному, будут стоять между существительным и артиклем. И даже если их очень много, не теряйте связь между артиклем и существительным. Всегда проверяйте. Во-вторых, прилагательные, относящиеся к существительному, будут стоять между самим существительным и артиклем. И даже если их очень много, не теряйте связь между самим существительным и его артиклем. то есть как было a car accident, неправильно нужно было говорить, a car accident. Дальше. Есть прилагательные, которые по своей форме похожи на существительные. Некоторые прилагательные. Не любой существительный может выступать в роли прилагательных, а именно те существительные, именно в тех словосочетаниях, которые у вас в таблице внизу прикреплены. Также вы учите другую таблицу, таблицу неисчисляемых существительных, и помните, что они не имеют множественной формы. Перед ними стоит либо артикль the, либо zero article, то есть отсутствие какого-либо артикля, но ни в коем случае не определен артикль a, либо n. Также существуют сложности составные и прилагательные. Помните, да, те, что через тире? И они все должны быть в единственном числе. Да и вообще любые прилагательные в английском языке могут быть только в единственном числе. Субтитры создавал DimaTorzok